Есть механизм, который относится к красоте, здоровью и силе одновременно. Функционирует всегда, если не отключен даже во сне. Не требует спецусилий по поддержанию. Этот фактор – внутрибрюшное давление. Давление выше атмосферного. Не работает он по той причине, что в теле есть механизм избегания боли. И этот механизм работает очень просто. Он анализирует болевые импульсы и связь со своими собственными движениями. И как только эти связи находит, движение помечает как, соответственно, приносящая боль. И мозжечок начинает искать альтернативные пути. Все свои движения, каждый тонус мышц калибруется, чтобы эту боль как минимум не усиливать, а лучше, чтобы ее не было вовсе. Поясница работает в подчиненной схеме, не только для себя и не в интересах своего отдела, а в интересах всего тела. Ей должно помогать внутрибрюшное давление. Внутрибрюшное давление должно создаваться всеми мышцами, имеющими к этому отношение. Условно 6 поверхностей, 2 диафрагмы. Косые слева, справа и прямые спереди, сзади. То есть пресс и поясничные разгибатели. Поясничные разгибатели в спазме и косые отключаются. Потому что если косые включить на полную мощность, то разгибатели, имеющие несимметричный между собой тонус слева и справа в пояснице, они начинают испытывать боль, потому что им помогают косые мышцы живота. И на самом деле и пресс, диафрагмы тоже, но косые отключаются в первую очередь. Представляете парадоксальной ситуации, да? Для прочности позвоночника давление нужно усилить, чтобы баллон был как подвеска. В частности, хотя это не все его функции. Он еще поднимает венозную кровь, качает лимфу, помогают перистальтике. Не самой перистальтике, а оттоку лимфы через стенки. То есть он еще иммунитету помогает. И все это нужно отключить, потому что иначе тело будет мучаться от боли. Опять же, повторяю, большую часть этого никто не осознает, а то и вовсе не осознает. И вот это случилось. Люди визуально видят две вещи и чувствуют одну. Чувствуют они спазм диафрагмы, то есть затрудненность дыхания и, может быть, с голосом, какой-то скованность. А видят то, что у них плоскость живота как бы потерялась. Нет у них плоского живота. И первое, что они пытаются делать, это качать. Именно этого делать и не стоит. Это никак не поможет отключенным мышцам включиться. Они будут включаться под волевым импульсом. А мы-то говорим про фоновую, постоянную работу, автоматическую. Автоматика никак на это не отреагирует. Наоборот, посчитает, что с сознанием что-то у нас не так. Оно не помогает мне искать проблемы. Плоский живот и талию можно получить только сняв блоки с позвоночника. Потому что они там есть. Я даю 99 целых и 99 сотых, что там они есть. То есть, вот настолько проблема живота и талии завязана на позвоночник. Поискав проблему, устранив ее. Поискав, потому что не все очевидно и нужно понимать, маленькое отступление от темы, что то, что вы видите на рентгене, это с учетом спазма и компенсации. Если бы на рентгеновском, допустим, столе человека расслабляли 15 минут, вы бы видели смещения такие, какие их вижу я. Не миллиметры мы бы ловили на видео, а 3,5, как вот так, с душой, как оно есть на самом деле. Отступление закончилось. Допустим, вы хотите себе фигуру и силу, и выносливость. Берем отвес, берем валики, начинаем расслабляться и вытягиваться. И если вы себя еще не загнали, не успели хорошенько так закопать спортом, на тему закопать, присказка, да, если ты в яме, первое, что нужно сделать, перестать копать. Перестать провоцировать, перестать закачивать корпус, перестать делать гиперэкстензию. Не дай бог не качать пресс вообще, вообще лучше никогда не качать пресс. Плюс вы растягиваете позвоночник, подкорка начинает понимать, сознание мне понимает. Она активизирует вот эти все механизмы защитные, она делает их более точными, перекалибрует их, и вы получите часть свободы даже без походок к мануальщику, просто сами. Ну, правда, немного времени потратите, придется посмотреть на два видео, от веса валики соответственно. Допустим, все это сделали. У тела есть защитный механизм, помимо отключки, это вторая часть этого видео, жир. Потому что люди, у которых нет пресса, у них еще есть жир. Так вот этот жир, ну вы догадываетесь, да, что этот жир полезен, хотя его считают вредным, он полезен. Излишний спазм разгибателя делает прогиб поясничный плоским. Объем брюшной полости субъективно увеличивается. И это мы еще рассказываем про относительно здоровых людей, которые движутся. А большая часть людей провоцирует себя, и я, разумеется, не исключение, либо работа за компьютером, либо транспорт. Причем пассажир ты или руку на руле держишь, это, конечно, важно, но не очень для живота. И в том и в другом случае, действительно, такой динамичной работы, то есть скакать, как млекопитающее, у нас что, тело запрограммировано? У нас чаще всего нет. У нас нет этого, а необходимость поддерживать внутребрюшное давление есть. И если в движении мышца хорошо, мощно напрягается, но движение это попеременное, и мышца, напрягаясь, отдыхает, плюс прокачивает через себя кровь. Получает там кислород, глюкозу, может там вещества какие-то для ремонта, для построения. Ну, безможет получает. В статике ничего этого нет. Статика убивает мускулатуру. Она еще и на психику очень подавляюще действует. Мускулатура вынуждена поддерживать давление внутри брюшна, но двигаться при этом не дают. Она постепенно уходит в спазм. В сильнейший спазм уходит диафрагма, основная, груда поясничная. Нет, груда, груда брюшная, поправка, хотя она к пояснице тоже крепится. И это связывает с психосоматикой. Сначала надо поискать физическую причину, потом психическую. Хотя на диафрагму психосоматики падает много, соглашусь. И вот из этого спазма нужно выйти в норме тем, что работают все мышцы. Но мы в начале видео говорили, что косые отключаются первыми, они не помогают нам. И вот тело копит жир, чтобы увеличить объем, и чтобы величину спазма, соответственно, уменьшить. Чтобы более объемный живот во всех направлениях, более немножко такая растянутая мышца, ей так легче. Чем сильнее мышцы сжимаются, тем хуже с кровотоком. А так она тоже в спазме, но не в таком мощном. И она получает больше крови. То есть это оправданный механизм для тела. Как это смотрится визуально, телу все равно. Нет такого понятия визуальной привлекательности в подкорковых программах. Ну и только если вы сами не прописали. Есть уровни. Жир внутренний. Если весь живот сверху до низу, спереди, передняя брюшная стенка жиром заплыл, значит внутри жира 100%, снаружи на стенке жира 100%. Жир сгоняется в основном сначала на передней стенке, то, что мы, собственно, видим, сверху вниз, где-то до пупка. А вот все, что ниже пупка, вот эта вот жировая подушечка, она у мужчин и женщин есть, вы никогда ее полностью не уничтожите. Если вы ее полностью уничтожили, значит вы потеряли не меньше половины внутри брюшного жира. Чего делать обычно не стоит. Соответственно, до пупка сгонять можно, а вот нижнюю трогать нежелательно совсем никогда. Даже если вы очень модель. Потому что если вы слишком много жира потеряете, даже если вы уже отремонтировали позвоночник, или он у вас изначально был здоровым, почки держатся с помощью внутреннего жира. Внутри брюшное давление все равно создавать надо. Вы объем брюшной полости чем хотите заполнить? Постоянно есть? Или как? Или крови туда закачать? Ну, объем-то есть. Ниже определенного лимита нельзя сжать. Ну, если только не с йоговским таким вакуумом в животе постоянно ходить. Но опять же, вакуум это не повышенное внутребрюшное давление. Нам нужно повышенное. Должен быть баллон. И у баллона должны быть упругие стенки. Чем заполнять объем? Правильно, там до половины все равно жир. И, соответственно, спорить с этим не стоит. Только дозировать. Как дозировать, я уже сказал. Когда позвоночник адаптируется к тем нагрузкам, какие у вас есть. Когда вы набрали мышечную массу. Потому что, когда вы только набираете мышечную массу, всасывание белков и углеводов. Оно достаточно сильно зацеплено. То есть, сначала спортсмен набирает мышцы и толстеет. Потом жир немножко сгоняет. Остаются мышцы. Это стандартная схема. Так принято у всех. В общем, тело так работает. Когда вы справились с нагрузками. То есть, вы набрали мышечную массу. Перед этим вы отремонтировали позвоночник. И проверили себя по гигиене движения. То без особого сильного тренинга. У вас получается как талия. Так и плоскость живота. И жироколичество тела калибрует само. То есть, вот хотелось, хотелось, хотелось есть. А потом необходимость пропала. И есть так сильно уже не хочется. Понимаете, да? То есть, без усилий можно получить фигуру. Ну, с усилиями, но в другую сторону здоровья направлены. Получить можно фигуру в плане мышц. Фигуру в плане жира. И фигуру в плане подвижности. Ведь наши биологические программы красоту оценивают наполовину по, собственно, анатомии. А вторую половину по физиологии. То есть, по тому, как мы движемся. И все это можно получить, не споря с телом. Потому что подкорка понимает, что сознание помогает ей. Максимально ответственно, качественно работает. Сознание тоже успокаивается. Комфорт от тела. И в этой дружбе нервных клеток места для психосоматики тоже чаще всего не остается. Это очень мощный психологический момент, когда под стрессом тело напрягается. И в частности увеличивает надребышное давление. И по обратным связям осознает, что да, я могу симметрично напрячься. Я не испытываю боли. Я чувствую силу. Я чувствую усиление кровотока. Этот сигнал настолько стабилизирует психику. Это сигнал настолько стабилизирует психику.